спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы на петербургской сибуре не завершился боксерский кубок никифорова-денисова традиционный юниорский турнир здесь свободный вход каждый может посмотреть бойцов среди которых наверняка окажется несколько будущих чемпионов или просто проникнуться боксерским духом в партере сидят тренеры сами отдыхающие боксеры и ветераны боев которые с удовольствием фотографируются и оставляют свои автографы а вокруг ринга расставлены щиты с изображениями лидеров сборной петербурга например здесь можно увидеть павла сосулина с которым мы недавно общались в ходе нашего проекта перед матчевой встречи россия-куба там сосулин показал себя с лучшей стороны и в будущем возможно завоюет еще несколько трофеев турнир посвящен памяти николая александровича никифорова денисова он был первым советским президентом европейской а позже и международной ассоциации любительского бокса то есть около четырех лет это было в середине семидесятых никифоров денисов руководил всем мировым любительским боксом позже он был удостоен звания почетного президента а ибо а в честь таких людей всегда организуются призы и турниры в данном случае все началось как раз с приза не с турнира изначально кубок никифорова был международной личной награды которую давали по итогам чемпионатов европы самому техничному боксеру например один раз его получил костя дзюк который всегда отличался красивой манерой ведения боя ну а с 1980 появился и турнир в честь никифорова денисова который последние восемь лет прописался в санкт-петербурге сейчас эти соревнования фактически становятся отборочными по их итогам составляется юниорская сборная россии то есть соответственно список участников первенства европы юниорского возраста от нашей страны кстати место проведения первенства юниоров до сих пор неизвестно хотя старт должен быть весной есть у нас подозрение что это связано как раз с тем что в боксе российские и белорусские атлеты допущены до международных соревнований как вы понимаете допуска допуском но далеко не в каждой европейской стороне сейчас это возможно боксеры как все люди силовых профессий вслух не загадывают о будущем поэтому спрашивать о перспективах нынешних участников смысла мало даже если их тренеры на самом деле все знают досконально можно сказать о тех кто выступал на турнире последние годы среди них например руслан колесников чемпион мира среди молодежи профессионал 21 года один из самых интересных и перспективных российских боксеров современности вдобавок он полутяж а этот вес традиционная российская вотчина потенциально новый дмитрий был через несколько лет по словам колесникова выход в финал кубка никифорова 2016 сильно подстегнул развитие его карьеры причем возможно потому подстегнул что в финале он проиграл эдгарту цамбову большие чемпионы обычно учатся на максимально обидных поражениях распаляющих их спортивной амбиции сборная петербурга по боксу два года подряд лидирует на чемпионатах россии но надо признать что в ней всегда много приезжих парней и девушек которые учатся и тренируются в северной столице может быть в будущем они останутся тут жить но все-таки первые шаги к боксу они делали в других городах домашние турниры подстегивают развитие местных петербургских боксеров а от этого выиграли весь спорт это и и и и и Субтитры подогнал «Симон»